К примеру, я хочу собирать DGB. Вот она первая. No thanks нажимаю. То есть все до того, чтобы добраться в нужное мне место. Но перед этим, в принципе, если я все-таки решил DGB, я захожу в False Pay и копирую нужный мне адрес. То есть это несложно. Кошелек, нажимаете свою аватарку, она разворачивается. Депозит выплаты. Опускаетесь ниже. Ищите DGB. Нажимаем. Депозит. И копирую ссылку на кошелек. То есть адрес кошелька. Все, я перешел уже непосредственно в сам кран. Сейчас перед подтверждением капчи. Вот в это поле. Мне нужно вставить адрес кошелька. Но как это сделать? Потому что если нажимать, то есть надпись вставить не появляется. Вам нужно нажать третью слева аватарку. Значок третий слева. Все. И у вас открывается буфер обмена. Вот самый верхний получается. Тот, который я скопировал. Я просто нажимаю на него и вставляю галочку. Подтверждаю капчу. Все. И дергаю в самый низ. Здесь мне нужно просто пройти капчу. Тут как бы сложностей никаких с этим нет. Если вдруг возникают сложности, и вы неправильно прошли, понимаете, что прошли неправильно, вы нажимаете Reset. Не подтверждайте. Нажимаете Reset, и она повторится заново. То есть, знаете, этот маленький моментик такой. Есть. Подтверждаю. Все. И монеты мгновенно начисляются уже непосредственно на кошелек FastPay. Я сейчас обновлю. И вы это увидите. У нас DGB. Как видно, 0.03. Сатоши. DGB. Сейчас обновляю. И мы видим, что монеты залетели. То есть, мгновенно. 0.06. В принципе, не важно, какие монеты здесь вы собираете. Дело в том, что в свапе FawcetPay вы можете очень легко конвертировать любые монеты в необходимые вам. То есть, если на данный момент мне необходимы, допустим, монеты Litecoin, я вот собираю их, потому что решил жестко продвигать Lightking и Lightpeak. То есть, неважно, какие это монеты. К примеру, я вот сейчас собрал DGB. Я ее выбираю, нажимаю максимум. То есть, вот такой у меня максимум. Указан был минимальный перевод, который я могу совершить. И во втором поле выбираю Litecoin. Все. Нажимаю конвертировать. Ну, если я нажму, конечно, красная, вот выскакивает. Да, то есть, не хватает. Но конвертировать я могу абсолютно в любую. Почему же я собираю разные монеты? Дело в том, что вот в этих всех кранах ограничения. То есть, через каждые пять минут. Поэтому я хожу по ним по порядку. И собираю абсолютно все монеты. Собираю абсолютно все, потому что я их поменяю. Буквально сегодня я собрал определенное количество монет. По-моему, 150 тысяч. Да, не по-моему, а 150 тысяч. Успешно завел их в проект Lightking. И открутил уровень. Как видно, у меня уже бронза 10%. Сильвер. То есть, на данный момент мне приходит 4 тысячи монет. Именно в этом проекте. То есть, очень хорошо все двигается. Вот, кстати, X2. Это по достижению уровня дается X2. Поэтому те проекты, в которых нуждаются монеты, меняйте их в свапе Fawcet Pay на необходимые вам. Я же меняю на те, которые нужны мне. Doggy Coin, Solano и Tron я решил пока прокачивать, скажем так, своим ходом, как они идут. А вот Litecoin. И, кстати, вот еще один. И вот в этот проект я тоже собираюсь закинуть, потому что здесь очень мало сатоши Litecoin приходит. 250, на втором уровне там 500. Третий тысяча. Ну вот Silver уже 3000. Ну, в принципе, как бы и 1000 на бронзе более-менее нормально. Уже можно на автомате ставить по стратегии. И уже майнить, скажем так, повышать уровень в автоматическом режиме. То есть сейчас мне нужен Litecoin. И именно его добычей я и занимаюсь. Неважно, какую монету я добываю, я все равно конвертирую в нужную мне. И использую ее уже непосредственно в тех проектах, в которых двигаюсь к пассивному заработку. То есть это очень такая интересная тема. Кто не в курсе, и вдруг возникнут вопросы, пишите. Я вам подскажу. Вот я на уровне бронза, да. Каждый час приходит 0.02 TRX. Вот буквально, наверное, на следующей неделе. Я уже, я думаю, добью. 93% у меня здесь. И уже перейду на уровень Silver. Будет приходить 0.06. Каждый час. Вот уровень мастер, конечно, это уже как бы крайний, да. То есть 33% в час будет приходить. Это, на секундочку, чуть больше 2 долларов каждый час. И это вот так вот работает во всех проектах. То есть я двигаюсь к этим выплатам. Очень надеюсь, что там, ну, не знаю, 3-4 месяца сколько на это все уйдет. Может больше. Причем партнерка здесь очень щедрая. Приглашайте партнеров. Вот у меня их тут 7 человек, да. И постоянно приходит от них 50% от того, что они собирают в кранах. И 0.4% от их ставки. Кто-то деньги заводит, прокачивает, скажем так, деньгами. Да, тут же можно выиграть. В принципе, оно как казино все выглядит, да. Устроено все именно так. То есть закинули 10 долларов, там 20. Ну, не важно, сколько важно. Поиграли и выводите. То есть вывод здесь буквально там 10-20 минут. В общем, такая фишка. И еще один лайфхак я маленький вам покажу. Дело в том, что вот, ну, в принципе, во всех, но я покажу на лаймане. Как я это делаю? Я не смотрю рекламу. Вот смотрите. Я захожу, допустим, в кран. Нет, спасибо. Зелененькую. Давайте мне зелененькую. Вот зелененькая нажата. И я перехожу непосредственно уже к выполнению самого задания. Капча. Вот автоматически. Каждый раз вам не нужно вставлять адрес кошелька. Он подвязывается автоматически. То есть раз вы его вставили, программа его запоминает. Все. Вот я решаю капчу. Так, 4, 5, 2, 7. 4, 5, 2, 7. И вот, переходя к следующему заданию, по идее, нужно нажать home. И начнется реклама. И мне ее нужно смотреть. Я так не делаю. То есть я выхожу. Просто вышел сразу. Вот целиком. И опять же захожу в лайман. То есть это экономит там буквально 20-30 секунд. И не нужно смотреть вот эту назойливую рекламу. А монеты зачисляются. То есть вот как бы для себя я нашел такой способ. Ужасно надоело смотреть ту рекламу. Такое вот занятие. Вот я еще раз показываю. То есть я захожу уже во второе задание. Их 4 за 5 минут. Делаю его. И сразу же делаю свап на сброс. Как бы выскакивать сюда. Так, 2С. 2С. 1С. 1Б. 3С. Ну и соответственно последнее его. Как только монеты зачислились. Все. Я отсюда выскакиваю. И опять же захожу. Выполняю третье задание. То есть я не просматриваю рекламу. Не жду. Я себя избавил от этих всех вещей. Так. Ну хорошо. Продолжайте смотреть ролик. Ну а я продолжу обзором своих скромных достижений во всех 6 проектах. BNB. Уровень первый. 50% всего лишь выплачено. Выполнено вернее. Дело в том, что приходит монет очень мало. 75 Сатоши. Но тем не менее. За 3 недели. Примерно. Монета очень поздно появилась. В приложениях. Поэтому прокачано вот так. Лайткоин. Также первый уровень. Тоже мало монет. Но сюда я планирую заводить из кранов. То есть очень активно. Точно таким же способом, как я прокачал Лайткинг. Я планирую прокачивать и Лайткоин. Солана. Уровень второй. Двигаюсь к бронзе. В принципе это как бы и бронза выплаты небольшие. То есть там 5-10-20 тысяч. То есть это очень мало. И планирую тоже из кранов сюда заводить. Прокачиваю понемногу. Доги Коин. Доги Коин уже в принципе 50%. Двигаюсь к четвертому уровню. Так же как и на троне. На троне буквально немного осталось. То есть монет будет каждый час приходить гораздо больше. Двигаюсь к пассивному заработку. Лайткинг. Двигаюсь уже к четвертому уровню. Тоже все более-менее. Не забывайте про краны. То есть в роликах я более-менее подробно постарался объяснить, как я собираю монеты, чтобы поменьше тратить времени, не просматривая рекламу. В описании очень много кранов. Причем практически каждый дает за минуту собрать порядка 1600 сатоши. Различных монет. Это позволяет как бы за день собрать достаточное количество, чтобы конвертировать и прокачивать один из проектов, который вы выберете для себя в приоритет. Если посмотреть, допустим, вот на трон, да, на данный момент бронза, конечно, уровень голд 0.25. Это все, куда я вот стремлюсь. Наверное, вот этим месяцем станет моя основная задача прокачать все 6 проектов до уровня голд. Тогда уже выплаты будут гораздо интереснее. То есть каждый час будет приходить 0.25 TRX, на который я могу играть. Вывод здесь от 15 TRX, поэтому выводы, я уверен, будут. Этот месяц жестко трачу на прокачку.